Письмо гвардии майора Дмитрия Адриановича Петракова дочери, 18 сентября 1942 года. Моя черноглазая мила, посылаю тебе Василек. Представь себе, идет бой, кругом рвутся вражеские снаряды, кругом воронки, и здесь же растет цветок. И вдруг очередной взрыв. Цветок сорван. Я его поднял и положил в карман гимнастерки. Цветок рост тянулся к солнцу, но его сорвало взрывной волной. И если бы я его не подобрал, его бы затоптали. Вот так фашисты поступают с детьми оккупированных населенных пунктов, где они убивают и топчут ребят. Мила, папа Дима будет биться с фашистами до последней капли крови. До последнего вздоха, чтобы фашисты не поступили с тобой так, как с этим цветком. Что тебе непонятно? Мама объяснит. До войны Дмитрий Адрианович Петраков преподавал в одном из техникумов города Ульяновска. Нередко в свободные часы он ходил в лес, который был для него вторым домом. 22 июня 1941 года Дмитрий Адрианович вернулся с охоты и узнал, что пришла беда. На следующий день Петраков ушел в армию. Агитатор политотдела дивизии, а позднее комиссар полка, он был человеком большой отваги. Это особенно проявилось в боях под Сталинградом. Здесь, воодушевляя бойцов своим примером, он был контужен. Очнулся в медсамбате и написал короткое письмецо своей дочурке с рассказом о последних сражениях. В октябре 1942 года Дмитрий Адрианович снова в пекле боев. С группой бойцов он предпринимает дерзкую вылазку в тур противника. За эту операцию Петраков награждается орденом Красной Звезды. Летом 1943 года полк, в котором воевал Петраков, вел наступление в направлении Орла. Гитлеровцы отчаянно сопротивлялись. Необходимо было сломить врага. Дмитрий Адрианович переползал из окопа в окоп, воодушевлял людей на новую атаку. Приказ командования, теплые, волнующие слова замполитов поднимали солдат на подвиг. Сломив сопротивление противника, полк ворвался на окраину города. Завязались бои на улицах и площадях Орла. Здесь Дмитрий Адрианович Петраков упал смертью в храм. Сломив сопротивление противника, полк ворвался на окраину города.